привет всем сегодня хочу сказать пару слов про интересный пример феномена внедренного воспоминания или ложного воспоминания человеческая память вообще сложная вещь и работает не совсем понятным не всегда тривиальным образом замечательная иллюстрация этого феномена проведена в первом эксперименте фильме я и другие фильм который просто обязательным просмотру всем вообще без относительно области деятельности или области интересов несколько раз в живом журнале ну и на других форумах мне попадалась формула как правило обращенная со стороны женщины какому-то неопределенному кругу мужчин или конкретному мужчине и там звучало примерно следующее как вы можете там делать что-то что-то там такое бла-бла-бла или относиться как-то там бла-бла-бла или говорить что-то там бла-бла-бла про женщину с которой вы обещали быть в болезни и здравии там молодости и старости богатстве и бедности когда я первый раз это услышал или прочитал я вообще никак не среагировал подумал ну мало ли да наверное может быть может я что-то не так помню потом я прочитал то снова и снова и снова и чем больше я про это читал вот этих вот фраз про болезни и здравии богатстве и бедности все больше думал почему я не помню этого из собственного бракосочетания я же был во первых у меня у самого было бракосочетание конечно я был с повернутым сознанием в этот момент это понятно все был на взводе и все как-то немножко в тумане только по видеозаписи можно рассмотреть что собственно происходило таким современным холодным взглядом я также был в качестве гостя на нескольких свадьбах и ни разу я не помню чтобы жениху или невесте задавали какие-то такие вот там вопросы или клятвы этом а будете ли вы в болезни и в здравии берешь ли ты эту женщину в жены и согласен ли быть с ней там во веки веков и так далее ничего подобного сейчас когда мне этот вопрос уже так более плотно заинтересовал я понял что это в общем внедренное воспоминание которое на самом деле не существует не решил поднять конкретные материалы что же собственно говорят в загсе и что подписывают загсе и установить это несложно можно пойти в youtube набрать там бракосочетание и куча частных записей вполне реальных свадеб где хорошо слышно что говорит это не знаю как правильно называется это сотрудница загса которая говорит все эти ритуальные фразы собственно произносит да и задает ритуальные вопросы и и и речь хорошо слышно есть готовые речи даже отрезанные от общего от общей процедуры бракосочетания просто лежат вот речь регистратора что она говорит в этой речи долгое пространное рассуждение там про там заботу любовь и так далее очень все то что никакого отношения к области действий загса не имеет и в конце она собственно задает вопрос является ли ваше решение о вступлении в брак добровольным и обдуманным и человек должен ответить устно сказать да потом другого человека спрашивает является ли ваше решение вступить в брак добровольным и обдуманным человек отвечает да сразу после этого она сообщает на основании там законодательства российской федерации бла-бла-бла там семейного кодекса иногда говорят статьи такое-то иногда не говорят ваш брак там считается заключенным поздравляю и после этого начинается поздравление все никаких клятв никаких обещаний никаких фраз про богатство бедность там болезнь здравия ничего подобного это было бы собственно если думаться очень странно в современном загсе да где где существует развод без причины бумажка значит которую садятся подписывать после этого молодожены бумажка это называется актовая запись о браке иногда там запись об акте бракосочетания ее можно легко в общем увидеть в интернете она лежит там и в гарантии в консультанте я попробую вставить в этом мобильном редакторе видео но если не получится любом случае смотрите ссылку в описании вставляю единственный вопрос или утверждение которые в этой бумажке задается и на который участники расписываются подтверждают что они до что-то к этому какое-то отношение информирование имеют это знакомы ли они со статьей 14 семейного кодекса что она мне разнесена и понятно статья 14 семейного кодекса гласит только исключительно об обстоятельствах препятствующих заключению брака как то что человек является деспособным что не состоит в другом браке что не состоит в искородственной связи что он не является там опекуном или не усыновлял этого человека у нас так для справки запрещено жениться на усыновленном или усыновленной и все то есть статье 14 семейного кодекса говорится только это и человек расписывается что ему разъяснили статью 14 семейного кодекса и он подтверждает что общем противоречащих этой статье обстоятельств него конкретно нет все дата число паспортные данные иногда зачем-то указывают образование национальность сейчас не знаю является ли это обязательным или нет и это все что с вас спрашивают разъяснили ли вам статью 14 семейного кодекса логично было бы спросить разъяснили ли мне все статьи семейного кодекса касаемо бракосочетания развода там раздел имущества алиментного права и так далее но это риторический вопрос вопрос чуть более интересная за свою жизнь всего один раз был на венчании на православном и я там был в общем-то занят потому что это были мои родственники я занимался видео фото документированием то есть как бы я участвовал конечно в процедуре но ограниченного часто слишком много внимания был сосредоточен на технике чтобы все было хорошо видно хорошо слышно там и так далее но вы понимаете что такое видеооператор и одновременно участник в общем толком ты не делаешь ни того ни другого и тем не менее даже в православном венчании я чё-то как ты вот не помнил таких фраз про болезни здравии в старости молодости в бедности и богатстве не помню такого посмотрел номер на сайте азбука ру лежит чин венчание там вроде бы как полный протокол что читается какие вопросы задаются молодоженам священникам там нет таких вопросов единственное что там спрашивается это то тоже что-то типа вступаешь ли ты значит в брак добровольно и осознанно и дополнительный вопрос задается не обещался ли и не обещалась ли кому-либо еще даже не звучит фраза который мы все ритуально знаем да что она должна где-то в этом контексте присутствовать если кому-либо известны обстоятельства по которым это брак не может быть заключен то пусть он скажет сейчас или молчит во веки веков если посмотреть например репортаж с королевской свадьбы там принца последнего в англии а то там вопрос задается вопрос откуда же в массовом сознании при полном отсутствии собственно этих вот каких-либо клятв и обязательств откуда в массовом сознании присутствует такое ощущение что я эти клятвы давал или мне эти клятвы давали я думаю что это внедренное воспоминание пример внедренного воспоминания эти фразы очень часто звучат в западных кинофильмах потому что эти фразы входят и так понимаю в какие-то варианты католического бракосочетания и какие-то варианты протестантского бракосочетания существует ли какое-то гражданское бракосочетание в тех же сша например я не знаю но вот эти все фразы которые мы знаем про болезни здравии богатстве бедности и так далее все это звучит в западных фильмах может быть даже не только на английском языке на английском языке естественно все это слышали мне очень нравится я считаю эту сцену просто образцом вообще-то бракосочетание самое близкое по духу к тому что на самом деле является браком это бракосочетание как она показана в фильме перерожденные убийцы брак между микки и мэлори нокс попробую найти вставлю ссылку в угол если она появится посмотрите это очень точное воспроизведение именно сути брака как его понимали люди до особенно момента когда церковь вторглась в эту сферу и начала в ней в общем руководить вот она суть брака именно не свидетелей не церкви ничего это не какая-то там нарушение или богохульство нет это просто нормальная процедура именно так брак и выглядел настоящий и сегодня у тех немногих кто подобным образом живет это есть брак противовес бумажки о браке про который я говорил на днях внедренные вспоминания увы мы это столько раз все слышали и видели что многие считают что на самом деле где-то кто-то это говорил я это подписывал и мне это тоже обещали смотрите внимательно протоколы кому есть что посмотреть посмотрите собственную запись собственной свадьбы посмотрите что говорится в никаких обещаний никаких гарантий никаких клятв ничего абсолютно это полная выдумка фейк есть эксперименты серии экспериментов которые проводили на детях и на взрослых то есть им посредством определенных техник внушали что с ними произошло некое событие как правило травмирующие события в прошлом далеком детстве и к такие эксперименты проводились то люди достигали очень хороших результатов то есть там от четверти до двух третей всех людей были подвержены тому что да им удавалось внедрить некую мысль которую человек потом воспроизводил как якобы собственное переживание собственное воспоминание хотя это полностью внедренная вещь в рамках эксперимента вот такая вот вещь так что наш ореол такой вот брака и по моему даже церковного брака поправьте меня может я что-то не знаю конечно в общем это тоже внедренный такой ореол это чем-то похоже на права миранды все что вы скажете будет использовано против вас все знают эту фразу но попыхах можно не забыть там или не вспомнить вовремя что она говорится только в американских фильмах то имеет отношение только к американцам к нам нет если у вас нет адвоката он будет предоставлен вам бесплатно вы можете сохранять молчание никто этого вам не скажет естественно точно таким же образом никто вам не скажет что он будет с вами в болезни и в здравии там богатстве и бедности и так далее если вы такие клятвы решите произнести с кем-то взаимно вам придется договариваться вот буквально на честном слове и может быть в этом что-то есть вообще-то я думаю что публичная клятва произнесенная там при каком-то количестве свидетелей где такие вещи будут говориться прямым текстом и может быть даже какие-то более специфические вещи более серьезные более глубокие вещи думаю что произнесенная публично подобная клятва может иметь существенный вес и существенно влиять на то как будет развиваться совместная жизнь двух людей но это остается на личном усмотрении всем спасибо за внимание пока удачи услышимся и и Продолжение следует...